Ребята, всем привет! Сегодня у нас отличная погода, поэтому мы решили не упускать шансы и погулять. Каролина в садике, Серж на работе, а мы с мамой решили поехать в магазин, посмотреть зимнюю куртку, зимнее пальто. Ну, в общем, скажем так, пошопиться уже основательно на зиму, потому что мы до этого смотрели в нескольких магазинах, но хотели сравнить все-таки, потому что выбора почему-то не очень много, не знаю, с чем это связано. Как видите, очень красиво, деревья где-то еще зеленые, где-то они уже совсем оранжевые, красные. Мы приехали на метро, и нам здесь пройти буквально немножко, мы об этом магазине узнали в интернете и решили оффлайн приехать, посмотреть, потому что зимние вещи все-таки тяжело заказывать через интернет, потому что может не всегда подойти, слишком много волокиты. И знаете, пока мы ехали, вот что меня больше всего раздражает, когда ты ездишь на метро, все отлично, я люблю метро, потому что это очень быстро, удобно. Но меня бесит то, что, например, навигатор пишет, выходите там через второй, да, выход, а ты не можешь найти второй выход, потому что нет указателей, где выход там, номер два. Выход номер два написано непосредственно на самой двери, на выходе, а в какую сторону идти, как бы непонятно. Приходится уже смотреть по улице. Вот я сейчас вот так иду, и мне очень комфортно. Сильного ветра нет, и это радует. А еще я хотела с вами поделиться песней. Это поет друг Антона, он сам записал эту песню. Я вам оставлю ссылку внизу в описании, так что если вдруг вас заинтересует, то переходите по ссылке и послушайте просто. Возможно, вам понравится. В первую очередь мы хотели маме присмотреть. Как вы помните, мы так и не нашли ничего. Вот, смотрим. Мама оделась по-модному и удобно. Кстати, здесь очень большой выбор. Сейчас я вам покажу. То есть, вот видите, это все верхняя одежда. И здесь есть те натуральные кожи, натуральный мех, и что только нету. Ну, посмотрим. Я еще сама, честно говоря, не знаю. Что здесь, хорошее или не хорошее. Просто вот мы почитали, что здесь большой выбор, поэтому стоит приехать. Мы приехали и смотрим. А вот как одела сегодня я. Конечно, вот это ни к селу, ни к городу, но зато он очень теплый. Несмотря на то, что он такой легкий, тоненький полоточек. Смотрите, какой я нашла здесь курточку для себя. Это кролик искусственный. Но она мне понравилась своим фасоном. То есть, даже с кроссовками смотрится красиво. И здесь рукава такие. Ну, где-то до минус пяти, сказали. Но я бы и зимой носила бы, если, допустим, в машине. Напишите в комментариях, как вам нравится или нет, и мне идет или нет. Вот, один пуховичок выбрали. Ну, точнее, мы уже несколько померили. И хотели в таком зеленом цвете, но там не было размера. А вот этот вот прям нормально смотрится, чтобы в мокрую погоду, в ветреную погоду надеть. А вот бордовая куртка. Вот так вот смотрится. С той новой обувью, которую ты взяла, подойдет, да, будет смотреться. Мы купили уже. Мама все-таки выбрала себе бордовый пуховик, потому что он как-то визуальный, все-таки меньше делает ее, менее объемный. И все, идем на выход. Смотрите, какая зеленая травка, такая свежая и красивая, сочная. Так прекрасна осень. И какая матушка природа у нас. Мы не успокаиваемся, приехали в торговый центр, чтобы посмотреть еще свитер, да. Косточки такие, уже более теплые. И сегодня, получается, у нас вторник, да, будний день. Тоже мало народу, первой половине дня. Вообще, мне понравилось, знаете, в последнее время очень рано делать все дела. То есть я сова по жизни. И первую половину дня где-то до трех часов. Я всегда была как вареная. А сейчас, когда у меня выровнен режим, и знаете, что я хочу сказать? Что я даже на выходном дне стараюсь просыпать ровно востолько, во сколько я обычно в будни. Потому что я вычитала, что нельзя, чтобы были скачки. То есть обычно люди как думают? Пять дней в неделю я работаю, два дня я буду отсыпаться. Но так не работает. То есть вы будете более продуктивны и лучше себя чувствовать. Только в том случае, если вы будете и в выходной день, и в будний день, и ложиться, и просыпаться в одно и то же время. Я на себе это почувствовала сейчас. Не знаю, насколько, конечно, меня хватит. И сейчас зайдем снова в Вичиндем. Смотрите, какой классный свитшотик. В Вичиндем я нашла. Вот. И цвет у него, кстати говоря, такой, знаете, горчично-кирпичный розовый. Мы снова пришли пообедать в Чайхану. И сейчас будем выбирать. Вот те, кто пишут, что можно спокойно доехать до дома, я не представляю. Вот мы вышли утром, сейчас уже, получается, третий час мы ходим. И пока мы поедем домой, у нас еще дела есть. В общем, дома мы будем только, наверное, часам к шести. Потому что мы еще зайдем в одно место. И как можно терпеть как бы с утра до шести вечера, я просто не представляю. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам уже принесли заказ относительно быстро сегодня. Я заказала куриные бедрушки на гриле с овощами гриль. Чай зеленый, как обычно, лепешку, салатик. И мама себе заказала лагман. Так что мы сейчас будем обедать и отдыхать здесь. Блин, вот подстава, представляете? Я, наверное, такой человек противный, что мне постоянно волосы попадаются в еде. Здесь, получается, в хлебе торчит волосок. Причем он там прям впечатанный. Вот. То есть он там изнутри тянется. Сразу аппетит пропадает. Фасяк. Я просто сказала официанту о том, что там волосок, потому что действительно это неприятно. И он сам сказал, давайте я лучше, говорит, менеджера позову. Я говорю, ну зовите, как бы я просто вас предупредила. Вот. И пришла менеджер, девушка, и говорит, ой, извините. Она посмотрела, типа, да, действительно, знаете, что самое интересное, они всегда проверяют, действительно ли волосок там внутри где-то завалялся. Или же, ну, они так взглядом окидывают, потому что мне уже, получается, третий раз попадается волосок в различных заведениях. И она говорит, вот, извините, говорит, давайте мы вам, ну, сделаем комплимент, говорит, от заведения. Сделаем вам наш фирменный десерт Павлова. А я этот десерт так и так заказала, они мне его должны вот сейчас принести. И он, говорит, ну, с собой, говорит, возьмете его. Ну, ну, ладно. Так что я сейчас сама здесь десерт поем, который нам с собой завернут. Это десерт я заберу Каролине домой, она дома поедет. Так что вот. А я как раз хотела попробовать вообще десерт, поэтому я его и заказала изначально, как бы. Потому что я видела на картинках, видела, как он выглядит, но все у меня до него руки никак не доходили. А сегодня, думаю, за окном дождь, почему бы чай не попить, здесь подольше не посидеть. Вот, но, естественно, когда это все вот так вот происходит, аппетит пропадает сразу. И ладно, аппетит, так еще и начинается, честно говоря, рвотный рефлекс. Но может быть у всех по-разному, кто-то не такой чувствительный, кто-то может просто волосок чужой убрать там и дальше продолжить есть. Ну, как бы, я вообще не могу. Напишите, кстати говоря, в комментариях, попадался ли вам касается волосок и вообще, что вы делаете в таких случаях. То есть вы предупреждаете об этом официанта, что вот попался волосок. Или же просто молча убирайте его и дальше продолжайте есть. Вот, кстати говоря, мой десерт. Мама себе заказала сорбет. Хотела мороженое, но потом передумала. Вот, а я вот о каком десерте говорила. Здесь безе получается, сливки что ли, фрукты. Ну, в общем, красиво выглядит, аппетитно. И я сейчас попробую. Он такой воздушный-воздушный прям буквально. Поэтому не пугайтесь. Это докажется, что он огромный. И на самом деле здесь это есть особо нечего. Я ошиблась, потому что десерт очень сытный, очень сладкий. И это прям как будто бы мини-тортик. То есть если его брать, то одному человеку сложно будет это съесть. Здесь безе, взбитые сливки и фрукты только сверху. Все это политое топингом. Ну, вы сами представляете, да, насколько все это приторно. И есть нужно только с чаем. При том, что если вы до этого плотно не обедали. Так что я, наверное, даже его весь и съесть не смогу. Я думала, он пустой здесь абсолютно. Но как бы безе оказалось достаточно сладким. Поэтому весь его съесть тяжело будет. А вот так нам завернули с собой десертик. Красиво. А я переживала, что все по дороге, ну, как бы сломается. Это же безе. Но нет, здесь хороший боксик. Все, сейчас рассчитаемся и уже поедем. Вот, потому что уже пора. Кстати, вроде бы по прогнозу не было дождя. Мы когда заходили, было солнечно. А сейчас уже прям вообще во всю ливень. А еще нам дали скидочную карту. Супер вообще. Но она так и так дается там, по-моему, тем, кто приходит постоянно или что-то такое. Вот. Мы еще в прошлый раз хотели ее, скажем так, приобрести. Но у них не было в наличии самих карточек. А в этот раз они есть. Мама купила себе еще, получается, платье. И она довольна сегодняшними своими покупками. Самое главное, это, конечно же, была куртка. Она действительно, как бы, такая теплая. Но, знаете, пойдет и на самую суровую зиму. Хотя, именно холодных дней, мне кажется, в году только дней 20. Именно когда вот много снега, очень-очень холодно. А так в остальное время все как-то ровно проходит у нас. Всегда сыро, всегда грязно. Так что ничего удивительного. Вот. И я вот думаю, мне, может быть, тоже нужно будет взять какую-нибудь верхнюю одежду. Но пока я еще просто не решила, что именно мне нужно. Пуховик или же все-таки пальто. Потому что у меня куртки есть. А хотелось бы что-то такое необычное. Мы уже приехали домой. Серж приедет как раз-таки немного попозже. Я вот все думаю, нужно будет на днях с ним сходить в кино. Потому что мы в кино не были уже где-то, ну, наверное, недельки три, может быть. Может быть, даже месяц назад последний раз были. Точно не помню. Но я точно знаю, что сейчас очень много новинок выходит. И хочется все-таки посмотреть их в кино, а не дома. И думаю, что на этом я буду заканчивать этот влог. Я надеюсь, что он вам понравился. И вы поставили ему пальчик вверх. А еще посмотрите мое новое видео на основном канале. Что случилось с моим телефоном. И вообще послушайте мою историю. Потому что я знаю, что многим было интересно. Многие спрашивали, что вообще произошло. И я эту тему развернула на основном канале. Так что, если вам интересно, тоже посмотрите это видео. И заглядывайте ко мне в инстаграм. Потому что у меня там очень часто сториз теперь появляется. Чему я просто безумно рада. Все, увидимся с вами уже в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok